Даня Сергеевна 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 Как строить схемы атомов? Хорошо. Понять схему строения. Строение атомов. Что еще будем с вами вспоминать? Таблицу будем вспоминать? Вспоминать таблицу с венделием. Хорошо. Что еще мы можем использовать? Как ей пользоваться? Хорошо. Что еще? Вспомните что-нибудь? Помним, как характеризовать атом? Или надо вспомнить? Давайте вспомним. Характеристика или нет? Хорошо. Можно вспомнить классификацию на металлы или металлы? Да. Давайте мы с вами повторим. Вашу классификацию. Элементы. А их свойства надо вспомнить? Да. Конечно. Их свойства. Может еще кто-нибудь что-то хочет дополнить? Понять нового материала. Сегодня будем обобщать то, что вы уже учили. Может, вы думаете, что это было иного дня от предыдущей теле? То, что вы изучали. Понять свои высшие оксиды. Как составляются наивысшие оксиды? И гидроксиды. 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 Формулы высших оксидов. Хорошо. Что еще вам было непонятно? Все понятно. Хорошо, ребята. Я думаю, цели поставлены. Можем переходить к нашему сегодняшнему уроку. Давайте откроем с вами тепляточки. И запишем тему урока. Сегодняшняя дата 22.02.2019. 22.02.2019. Тема урока. Строение атмосферы. Кому не видно соски? Посмотрите. Посмотреть. Метантация в лечни живота. Все. Умнички. Теперь давайте эти даточки отложим в сторонку. У каждой группы лежат на столах папочки. Видите? Открывайте папочку. Видите, да? Бланки для атомной армии. Доставайте. Да, каждому такой бланк. Первое задание, ребята, мы будем с вами разминаться, вспоминать от меня, поэтому за него вы электрончики получать не будете. Каждый будет писать самостоятельно. Сейчас на доске у меня будут появляться картинки, которые отвечают определенному слову, которое было в нашей сегодняшней теме. Прошу вас обратить внимание, что буква может быть в начале, слово в середине или в конце. Давайте с вами откроем. Правила понятны? Нет. Нет. Хорошо. Значит, у вас есть бланки. Да, есть. Здесь будут появляться картинки, которые относятся к изученной теме. Хорошо? Да. То есть надо в бланках написать слово. Да. Здесь на ней будет написана картинка. Слово может начинаться на эту букву. Может быть в серединке или в конце. Я буду вам говорить слово «начинайте» с этой буквы в серединке или в конце. Хорошо? Ага. Все. Понятно. Начинаем. Тоже как начинается. Это или нет? Ребята, если не успели записать, забудьте дальше следующее. Тоже начинается. Посмотрите то, что мигает. Именно. Топе начинается. Вот. Буква для в конце. Вот это все подвигается. Так awesome. Тоже руки, как только напишите. Топе начинается. Топе начинается. Топе начинается. Щука. Как Россия, которые имеют разную массу. Но одинаковые зарядки. Это скришнаяы. Топе начинается. Связано с азианским. Если это железко, то это не... Ну, вот это точно. На М начинается. На О начинается. То, что локоть для развестия. На ТВ. Из математики можно вспомнить. На С. Периодическая таблица есть. Периодическая стимуляция. Положительно заряженный. Требенок 6. Что за какой элемент есть на тимуте? На F. Опасный газ. Это название элемента. А вот это? Что здесь написано? На F. На F. На F. На F. Обладает. На F. Обладает. Далее. Ребята, это у нас была такая легкая разминочка, теперь поменяйтесь листочками, друг с дружкой, хорошо? И давайте с вами проверим, ребята, первая адрес, догадались? Следующий у нас был бро, инвалентность, группа, нуклеи, кто-нибудь догадался? Молодцы, электроны, железо, е, потом железо, на з заряд, догадались? Молодцы, изотоп, радиоактивность, можете не вписывать себя? Так, посмотрите, не металл, догадались? Да. Менделеев, я думаю, тут все догадались, молодцы. Следующий у нас был, орбиталь, догадались? Орбиталь, то есть наши электроны двигаются как по орбитали, вот, вот так или вот так, понятно? То есть у них не хаотичное на самом деле движение, у них есть определенные орбиты, которые двигаются. Период, радиус, догадались, хорошо, система, протон, углерод. Ребята, да, а вот, это у нас боссер, конечно, светящийся в темноте или нет. Хорошо. О, догадались? Верамины, газы. Сетти, кто-нибудь догадался? Да. Чемодан. Ребята, как вы думаете, как относится чемодан в нашей сегодняшней теме? Почему он здесь? В чемодане или как? В чемодане? В чемодане здесь. Нет, ребят, все гораздо проще. Дмитрий Иванович Менделеев, помимо того, что он был преподавателем в университете, создал периодическую таблицу Менделеева, он еще делал замечательные чемоданы, которые как раз-таки тоже приносили ему некоторый доход. И был известным чемоданодельцем в свое время. Вот такой интересный факт. Идем дальше. Шар, догадались? Хорошо. Челочные металы. В какой группе они у нас находятся? Первая. Первая группа, хорошо. Дальше. Пустье оксиды. Да. Аксидочку. Аксидочку. Хорошо. Элемент. Обладает проводимостью. Что проводят наши металлы? Ток. Ток. Правильно. Здесь. Хорошо. И последний. Это у нас было ядро. Ядро. Все. Молодцы. Хорошо. И, ребята, мы с вами продолжаем нашу сегодняшнюю течку. Ребята, следующее задание. За следующее задание вы уже будете получать электрончики для своей команды. От каждой команды мне нужно будет по два человека. Артем. 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 Разложите, что вам нужно будет сделать. Выходит два человека. Один из вас вытягивает. Два. Метал. Придем. У меня есть общая секундочка техническая. Не переживайте, она сейчас не станет. У меня есть такая мысль. Вы пока определились, кто пойдет. Да. А помните, что одно из пропиталов? Все? Хорошо. Значит, смотрите. У вас есть элемент. Выходят первые два человека в вашем группе. Давайте. Проходите. Давайте. Хорошо. Слушайте, какое будет задание. Теперь надо будет перенести два металла в соответствующую область. Просто нажимаешь на него и тянешь сюда в средний металл. А теперь два металла. Хорошо? За каждое правильное отмеченное металл вы будете получать перечень. Потому что в первых металла, правильно? Хорошо. Третий металл. Теперь, пожалуйста, вторая группа. Сторон. Третий металл. Значит, дайте я. Конечно. Не announces. Кремний. Неправильное. Кремний за что у нас? Мексал или нелитал? И. Не правильно. Кремний за что? Переноси клевета. Металл. Не получим сеть электроника. Что еще? Далее это что? Металл. Хорошо. Ты два отметил. Раз, две. Один электрончик решим. Зато времени уже заполнится. Садись. Давай, два лимитика целяли. Серый. Серый. Неправильно. Серый металл. Я ничего страшного. Серый. Ты на середину плаваешь. Вот что, да? Хорошо. И какой-нибудь второй метод. Давай, на. Переноси. Да. Правильно. Молодец. Один. Один же правильно ответить. Давайте. Держи. Второй. Правильно. Переноси. И Катя. Правильно. Молодец. Держите. Два лимитика. Правильно. Держите. Правильно. Прям на них. Вот сейчас. Ну, думай. Не металл. Хорошо. Получаешь свои два лимитика. Хорошо, ребята. А теперь давайте откроем, вернемся к нашим тетрадочкам. Следующее задание будем выполнять в тетрадке. Хорошо. Теперь возьмите папочки и достаньте оттуда задание два. Там будет. Там. Чтобы вам просто там не смотреть. Не смотреть. Раздать. Да. На пару. По одной штучке. Хорошо. Значит, ребята. Используя раздаточный материал, то есть вот эти ваши карточки, вам нужно соотнести свойства металлов и не металлов. Вы записываете в тетрадочку циферку 1 и 2 и ставите необходимые буквы. Понятно? Так, я засекаю время. Когда у всех нас закончатся время, время будет закончено. Давайте. Если будут затруднения, можете пользоваться учебником и тетрадью. И тетрадью. Спасибо. 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 Время заканчивается. Готовы? Молодцы. Ждем последнюю команду. Ничего, у нас еще время есть. Где? Проверьте еще раз, ребята, чтобы все было правильно. Все готовы? Хорошо. Проверять мы будем так. По одному представителю от каждой команды называют одну букву. То есть мы говорим, я говорю, свойства характерные для металлов. Первая команда говорит буковку, потом вторая, третья и так далее по очереди. Понятно? Хорошо. Начнем? Давайте начнем. Мы с вас начинали в прошлом задании. Давайте начнем с вас. Свойства характерные для металлов. Какая буковка? А. У всех так? Правильно. Зарабатываете электрончик. Вторая команда? Б. Правильно. У вас какая? У вас. Да, тоже для металлов. Буква D. У всех так? Правильно. Электрончик. Электрончик, да. Все по-честному. Пожалуйста. Какая? Следующая для металлов. Какая буковка? И. Правильно. Есть такая буковка. Есть еще что-нибудь для металла? З. Ага, ребята. Значит, вы сразу сказали, что нет, а потом уже сказали. Кого мне электрончик давать? А. Ага. Ага. Ему. Не могу больше ответить. Нам надо. Мы сказали, что у вас... А он не знает. Он не знает. Он не считает. Давайте и одной, и второй команде по электрончику. Давай. Садимся. Хорошо. Хорошо. Значит, все свойства, характерные для металла, мы с вами назвали. Правильно? Да. Теперь давайте свойства, характерные для не металла. Каким с вас? В. В. Правильно. У всех есть булочка В? Да. Хорошо. Д. Правильно. Е. Хорошо. И есть еще какая-нибудь буковка? Ж. Ж. Правильно. Молодцы. Ребята, вы отлично справились с этим заданием. Заработали себе электрончики. А теперь я задам вам вопрос. Первый, кто поднимет руку и даст неправильный ответ. Кто же заработает электрончик для своей команды? А что? Тихо. Ребята. Скажите, как изменяются металлические свойства химических элементов по периоду и группе? Металлические свойства. Да. А, давай. По группам они начинают уменьшаться. Чем больше группы, тем она не уменьшается. А по периоду, чем выше, тем они возрастают. Правильно. То есть по периоду слева направо у нас металлические свойства уменьшаются А по группе сверху По периоду металлические свойства уменьшаются А по группе уменьшаются Спасибо, ребята Следующее задание Молодец, все помнишь, держи. Так, ребята, следующее задание. Виктор Метод есть ряды элементов. В первой команде, команду Цинку, надо будет расставить элементы в порядке усиления металлических свойств. Усиление металлических. Можно два человека? Нет, один. Вы можете посовещаться пока. Натрию нужно в порядке уменьшения металлических свойств. Уменьшение металлических. А кислороду в порядке усиления не металлических. Понятно? Посовещаемся вместе с собой пока. Если кто-то, можете выходить. Добавить с собой. Уленьшение металлических. Уленьшение металлических. Уленьшение металлических. У нас в сторону заставка. Все, подойдите. Пошел. Да, кстати, конечно. Тут просто надо перетягивать. Людей перетягивать, кто у нас есть. Хорошо, сейчас. Ты можешь переносить. Ребята, а все внимательно смотрят. Если вдруг найдете ошибку, вы получите электрочку. Так, унатрия. Проверяем. Какое у вас было задание? От большего меньше. От большего меньше. Хорошо, все молодцы. Зарабатывайте электрочек. Пожалуйста. Согласны. Хорошо. Ребята, все согласны? Хорошо. Отсамбо не металлисты, отсамбо не металлисты. Сейчас эти электрончики лежат. Давайте я их сниму. Там, знаешь, сколько тут мальчиков. Ну, это все на 50-х. Десятых. Хорошо. Молодец. Ребята, я вас поздравляю. И, кстати, на 30-х. Вы это умеете сделать. Теперь, давайте откроем опять папочки. У вас там есть задание 4 шрифта. Давайте, вот это вот. Давайте, что у вас есть, вы уже сложите обратно в папочки. Что-то не мешало. Давайте. Медя, а тут у вас пальчик. Давайте. Нет, 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 нет. Это не так. А сейчас у вас есть красоты? Нет, можно некрасиво? Главное, чтобы вам просто не мешало. Сейчас, давай. Я жду. Давай, я положу. Давайте расставим. Ребята, слушаем условия следующего задания. Здесь все очень просто. Вам нужно соотнести цифру и букву. В цифре написан какой-то определенный элемент, а в букве его находение и нахождение в периодической системе. Его период и группа. Понятное задание? Ребята, там будут у вас лишние буквы, поэтому не удивляйтесь. Второй. Второй. Один. 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 А где вы? Доманда, которая будет готова, поднимает. 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 вы получаете один электрончик. Хорошо? Давайте с вами начнем, ну вот с этой группы, в обратном порядке. Тяни фразу, зачитывай и говори в какое-нибудь продолжение. Тише, ребята. Тяните, кто из вас? Тимофей, давай. Ребята, тише, вы слышали задание? 8 электронов. Правильно, он одет. Дальше. Тяните, кто у вас? На первом слое 2. Хорошо. Давайте 2, 2, 9. Ребята, ребята, за шум буду забирать обратные электрончики. Заряд ведра, ламер. Что у нас? 10. Количество протонов, количество электронов и еще чему? Нейтронов. Нет, не нейтронов. Нейтронов. Порядковому номер. Хорошо. Молодцы. Давайте вам. Давайте, может, куда-нибудь. Другой. В атомной азбуке. Это букву Э у вас у кого было. Элемент. Правильно. Держи. Я ты себе оставляю. Я потом заберу. Тяните. И приду. Дайте. Дальше. Девочки. Очень осталось по последней jewe牙зе. Хорошо. У вас еще, mentioned that. Ребята! Атомистыyle. Из чего, атомисты? Из ядра. Из чего еще? Электроны. Из ядра. И электро. И электро. Мальчики. Девочки. Вот. Это вам. Ну хорошо. Выше Майяна тоже показывает. У меня был другой еще. На внешнем слое. Чему оно равно? Да. Хорошо. Молодцы. Пожалуйста. И, ребята, держите последнее. Умничка. Все. Молодцы, ребята. Вы разберете у меня все мои электрончики. Хорошо. Мы с вами продолжаем. Ребята, в следующее складываем это задание куда-нибудь откладываем, чтобы вам не мешало. Хорошо. Все отложили бумажечки. Открыли папки. Достали шестое задание. Здесь задание более химическое. Значит, ребята, вам нужно составить цепочку. То есть у вас там написано какой-то элемент. Вы должны составить цепочку. Сами реакции писать не надо. Так. Три цепочки вы должны составить. А. Вы можете сказать. Вы сейчас виды этого элемента. Вы не можете ответить. А. В. 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 Спасибо. 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 Готовы? Молодцы. Девочки. Готовы? Хорошо. Все. Готовы? Хорошо. Значит, ребята. За каждый правильно указанный элемент, оксид или кислоту вы будете получать элихрон. Давайте вам первую спочку. Спочка А. Первая. Что у вас? Б. Правильно. Хорошо. Высший оксид? Ребята, слушайте внимательно. Вдруг ошиблись. Тогда вам элихрончик будет. Хорошо. Высший оксид. Хорошо. Высший оксид. Не высший оксид. Соброса у нас предыдущего оксид. H3O4. И Соль какая? 3. Как оно будет называться? Фосфатали. 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 Молодцы. Хорошо. Идем. Следующий оксид. Давайте. Сера. Правильно. Сера. 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 Это будет СО3. СО3. Хорошо. Всем высота будет H2SO4. 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 СО4. Ну, будем считать. СО4. И затем будет магний С4. Магний С4. Правильно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как будет называться эта соль? Это будет СО4. 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 Хорошо. И, ребята, вам последнее. Это что у нас? Азот. Азот. Азот под хвой. Мама сказала ответ. Ну, ничего. Я думаю, что вы правильные у нас стали. Какой эфсид? N2O5. Н2O5. Хорошо. Кислота? H3. H3. И соль? Натрия. И как она будет называться? Натрия. Не так натрия. Хорошо. Ребята, я думаю, что после такого тяжелого задания нужно делать поскольку снилось. Нужно было и сделать, конечно, два задания назад. Но я думаю, что после такого задания точно надо. Значит, ребята, здесь у нас будут... Ой. Улетел. Ничего. Пошлем с такого. Следим глазами. Я ставлю рисунку. Хорошо. Еще раз. Сейчас. Следим шеи. Сейчас. Чё? Следим в другом. Сидим в другом. Хорошо. Молодцы. Еще раз. Хорошо. Следим. А теперь давайте в плечи. Вот. Плечи развидаем, развидаем. Хорошо. Хорошо. Так, еще один разочек. Так, молодцы. И последнее. Да? Ну ничего страшного. Вот, еще один. Давайте. Давайте теперь опять глазками посадить. Что за фигура у нас тут была? Здесь. Правильно. Хорошо, ребята. Молодцы. Сейчас, ребята, на этом мы с вами с нашими замечательными заданиями закончим. Хочешь я тебе его дам? Решишь дома задачу. Очень интересная задача. Да. Ты можешь забрать эту историю. Хорошо. Значит, сейчас мы с вами... Так. Так, ребята. Ну что ж. Давайте с вами вернемся к тому, с чего мы с вами начинали. Ой, нет. Мы с вами лучше запишем домашние задания. Равненнички. Я вам напишу уже. В коммунинике лечков запишите в тетрадку. Значит, ребята, параграф. 24-34 повторить. У вас будет контроль на следующем уроке. Да? Да. Потом параграф 35. В нем нужно сделать задания 4, 5 и 6. В четвертом и пятом там нужно будет просто выбрать между ними элементами, а в шестом заполнить табличку. Если кто-то захотел себе взять задачу, можете взять задачу с собой. Хорошо. И давайте вернемся еще раз к началу нашего урока. Скажите, все ли мы с вами вспомнили то, что должны были вспомнить? Да. Да. А повторили все? Да. А поняли? Да. Хорошо. Еще раз давайте схему строения атома. То есть количество слоев у нас чему равно? Периоду. Количество электронов на первом уровне? 2. На последующем? 8. Не более 8. Может быть меньше. Хорошо. Чему будет равно количество электронов на внешнем уровне? Номер чего? Номер группы. Номер группы для АДУ. Хорошо. Молодцы ребята. Ну что ж, наше занятие уже близится к своему самому логическому завершению. Я хотела бы вас вот о чем попросить. Какое было у вас сегодня состояние на уроке? Скажите, вы сегодня были грустным отрицательно заряженным электроном? Может ты не будешь показывать свою грусть? Давайте может протон покажет свою радость? Вот. Протон или равнодушным нейтроном. Молодец. Протон. Ребята, теперь я попрошу каждого из вас выйти и перетянуть. Ну, в общем, не хочет он что-то грустить совсем. Поэтому давайте будем переносить. Вот у меня сегодня с вами, ребята, было вот такое состояние. Спасибо большое вам за урок. И, пожалуйста, начнем с вашей команды. Держи. Первый выходит, второй уже какой-то. Тяните, но не бойтесь. Хорошо, молодец. Не забывайте — проказовский чарк. Не знаю, что мы будем ставим позитивный. Зря же нам электрон и показалось на чарке? Ребята, а что же они не напомнили про свои электрончики? Сколько? Давайте, конечно, запишем. Что же я в мире? Ну что, сколько у нас есть у команды на три? Девятнадцать. Сколько у команды цикла? Может, девятнадцать. Тоже девятнадцать. Не может быть. Может быть. Не может быть. Семнадцать. Семнадцать. Я думаю, вы все с вами отлично поработали. Я думаю, что сам активно можно поставить оценку. Правильно? Нет. Да. Ничего страшного. Главное, что ты его нашел. Так. Ну что? Семнадцать как-то фамилирует? Сами иди. Сами иди. Саши иди. Так. Поставим Соню к уличу сегодня девять баллов. Поставим, ребята? Хорошо. Давайте. Хочешь что-то напихотать? Семнадцать или девять. Хорошо. Кто у вас еще активно отвечал в группе? Как вы думаете? Я расширяю чали. Давайте. Ты же тоже вытягивал, отвечал. Соню, что вы ставили? Тоже девять баллов. Я думаю, что все чуть-чуть отвечали. Хорошо. Следующая команда. Девчонки ваши. Тебе давай что-нибудь поставим. Как тебе фамилия? Я расширяю. Я расширяю. Хорошо. Так. И тебе поставим. Восемь. Закройся. Потому что неправильно выбрали. Что вы с вами? Металл? Неправильно выбрали. Вот теперь за то вы помните. Как это вы видите? Андрей Геннадий. Девчонки. Я поставлю. Девчонки. Девчонки. Лучше. Девчонки. Кто вас еще? Металл. Саша. Мальчик. Спасибо большое. И девчонки. Девчонки. Повторите. Ребята, дадим, я вас уже задерживаю две минуты после звонка. Девчонки. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.